Сказали, что он в небесной сотне, матов передали, и все вы там будете, и женские, и мужские голоса, и смех. Кристина Селевич вспоминает услышанное в телефонной трубке, когда 13 апреля позвонила супругу. В тот день евромайдановцы расходились по домам после митинга за единство Украины. На них напали пророссийские активисты. В переходе на станции метро-университет участников проукраинского митинга жестоко избили. А кровавленного харьковчанина Владимира Селевича добивали ногами. На видео пользователи интернета опознали Ольгу Варжиинову. Медработницу и мать троих детей из Чубуева подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц. В апреле Фемида назначила женщине два месяца круглосуточного домашнего ареста. Но в июле суд вернул дело в прокуратуру. Сейчас Варжиинова на свободе. Я бы хотела, чтобы вообще то, что положено по закону, оно должно получить. Только это. Очень неприятно, что сейчас это все затягивается, что суды это затягивают. 29-летний кандидат технических наук и преподаватель ХАИ Владимир Селевич едва ли не остался инвалидом и перенес две сложные операции. Мужчине удалили часть черепа и осколки кости, которые попали в мозг. Память до сих пор восстановлена не полностью. День до травмы и две недели после травмы никаких воспоминаний. Даже я видео смотрю, видео свои, фотографии, что там в переходе было. Я этого не помню совершенно. Несмотря на тяжелую травму головы, в июле Селевич отправился в зону АТО под Луганск. В ремонтном батальоне вместе с харьковскими активистами они совершенствовали технику украинских военных. За месяц грузовой автомобиль превратили в пуленепробиваемый, обшили металлическими листами. Довольно часто происходят обстрелы военной техники, когда она перебрасывается на маршах. А на чём осуществляется переброска личного состава людей? На тентованных Уралах и Камазах. Естественно, тент пулю не держит. И были большие неприятности именно во время переброски. Селевичу предстоит третья операция. Украинские медики могут закрыть часть черепа только металлической пластиной. Но металл, естественно, хуже, чем не металл. По причине его электропроводности. Поэтому мы всё-таки хотели бы, чтобы закрывали, например, керамическим материалом. Закрыть часть черепа керамической вставкой можно за границей. Селевич отправится на операцию в Чехию. Стоимость лечения – 5,5 тысяч евро. Самостоятельно собрать эти деньги семья Селевич не может. Поэтому просит помощи у всех неравнодушных.